МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И заместитель начальника отдела участковых и полномоченных полиции по делам несовершеннолетних УМВД России по Одинцовскому городскому округу Светлана Викторовна Байдакова. Здравствуйте. Добрый вечер. А я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, значит, у них есть возможность задать свой вопрос гостям в студии 8-495-508-86-84. Кроме того, прямой эфир сейчас также идет в социальной сети Инстаграм, где вы можете оставлять свои комментарии и вопросы, и я их обязательно озвучу. Ну, не знаю, к счастью или к несчастью, каникулы летние заканчиваются. Тут, наверное, смотря с какой точки зрения на это смотреть. И смотря для кого. Смотря для кого. С точки зрения детской безопасности, как летний отдых прошел в нашем округе? Все ли было спокойно? Ну, вот мы с Светланой Викторовной, наверное, к единому мнению придем. Ну, в принципе, спокойно. В принципе, спокойно, да? Если говорить сухими словами статистики, да, подвоих к цифрам, наш муниципалитет не вошел в число тех муниципалитетов, которые подверглись критике вот в работе по безопасности детства. Да, были случаи, конечно, у нас и утопление, и падение сокон. Два пострадавших, два пострадавших в ДТП. Соботные происшествия, да. Но, наверное, все-таки вот эта цифра, небольшие цифры, и это, наверное, все-таки в первую очередь связано с тем, что всеми субъектами профилактики проводилась огромная работа профактического характера, которая была направлена на предотвращение всех этих нечастных случаев. У нас проводились межведомственные рейды по дворам, по улицам, по дорогам нашего округа, где мы детям, родителям давали наглядную агитацию и проводили беседы с детьми, предупреждающие всякие чрезвычайные происшествия. Все было направлено на профилактику. Да, мы в школьных образовательных учреждениях силами, как инспекторов ПДН, также совместно с сотрудниками госавтоинспекции проводили эти уроки безопасности, наглядно показывали ситуации, которые могут возникнуть, и как в той или иной ситуации нужно себя вести правильно, чтобы не попасть в беду. Но вот говоря таким официальным языком, если сравнивать статистику этого года с аналогичным периодом прошлого года, стало лучше? Стало лучше, да. В один голос, видите, стало лучше на самом деле. Но если говорить о том, сколько у нас детского населения, статистика показывает 60 тысяч 817, да, Светлана Викторовна, 817 несовершеннолетних от нуля до 18 лет, но учитывая, что обслуживаются здесь более 100 тысяч, это официально зарегистрировано 60 тысяч. Да, совершенно правильно. И если еще учитывая, что это был летний период времени, то есть Москва, москвичи у нас здесь гостили, дети из других регионов, и нужно отметить, что вот Светлана Викторовна сказала о том, что двое детей погибли, погибли не ребята из жителей нашего округа Одинцовского, вот приезжие, дети приезжие, погибли в тех местах несанкционированы пруды, Да, купания, вот, ну, к сожалению, и хочу отметить, хочу отметить, что были таблички поставлены, купаться запрещено, тем не менее, Нарушили этот запрещен. Маленькие были. Да, тем не менее. Один мальчик, 15-летний, и второй мальчик погибший, да, 8-летний, 8-летний, приехал в гости из Ростовской области. А 8-летний один был, вот как, можете в нескольких словах объяснить, вот как могло такое получиться? Да, ну, вот, хотела, конечно, обратить внимание на причины всех этих несчастных случаев, ну, конечно, причины разные, но, основно, вот, что касается падения из окон и утопления, это недогляд родителей, отсутствие контроля. Ну, говоря уже про дорожно-транспортные происшествия, здесь, конечно, уже и невнимательность водителя, потому что из пяти, вот, в летний период происшествий три произошли на придворовой территории. Но стоит отметить, что дети гуляли без законных представителей. Они были все маленькие, 12-го года рождения, 11-го года рождения, без законных представителей. Здесь тоже, конечно, вина родителей усматривается. И самое интересное, извините, пожалуйста, Евгения, самое интересное, что детки, которые выпадают из окон, дети из благополучных семей, вот все дети, которые выпали из окон, а это шесть малолетних, малолетних причем, все из благополучных семей. Мы с вами, да, обязательно об этом еще поговорим подробнее. Вот, да, в интернете шутят, что, наверное, главной проблемой этого лета, и, наверное, этого года станет электросамокат. Электросамокат. Вот детей наших обошли электросамокаты и самокаты, в принципе, вот те ДТП, которые произошли, это были дети-пешеходы. Или транспорт какой-то. И транспорт тоже. Был один питбайк и один велосипедист. Да. Остальные все пешеходы. Получили очень серьезные травмы. Очень серьезные. И когда родители, совершенно правильно, когда родители покупают вот эти все электросамокаты, питбайки, то, конечно же, нужно задумываться о том, в какие условия ставят ребенка. Все-таки средства достаточно скоростные передвижения. Очень опасные. Экипировка какая-нибудь была бы не лишней. Ну, экипировка, да, но и нужно думать о том, кто идет рядом по дороге, по пешеходной дороге. Понимаете? Тоже могу страдать. Вот по-хорошему, наверное, им бы тоже знать правила дорожного движения было бы не лишним. А тут только работа родителей. Поэтому, опять же, то, о чем говорила Светлана Викторовна, не случайно. Межведомственные выходы и на железную дорогу, и в пришкольные лагеря, и в образовательные учреждения, и по дворам, по детским площадкам выходили, проходили. И вы знаете, как встречают родители. Очень многие родители довольны. Очень многие родители берут методические рекомендации, буклеты. Да, сразу здесь же, ну, наверное, в эфире некоторые из наших жителей видели эти передачи, которые проходили на нашем Одинцовском ОТВ. делают выводы, проводят с детьми, со своими какие-то, в общем-то, наверное, и беседы. Да, беседы, да, рассказывают, чем опасно то или иное вопрос. Ну, а некоторые родители тоже им не нужно. Они ничего не хотят. С нашими детьми ничего не случится. Это одна секунда. Самое частое заблуждение, наверное, которое может быть. Один миг, да, совершенно правильно. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ирина Николаевна. Ирина Николаевна. Очень приятно задавать. Я учитель Одинцова. Живу на улице Жукова. Рядом со мной 7-я и 11-я школа. Самые лучшие школы. В одной школе сын учился, теперь учится внучка. Вы знаете, второе лето подряд закрыты все спортивные места этих школ. И дети все собираются с ближайших домов у пруда, у горсовета, на велосипедах, на самокатах. А эти площадки закрытые. Там очень большое футбольное поле. Там очень хорошая баскетбольная площадка. Там поляна играть, там в теннис, в какие-то мячи. И большая, очень большая дорожка для велосипедов, самокатов. Есть дальнажерные сооружения. Суббота, воскресенье закрыто. Все. Сейчас, слава богу, иногда вечерами, не вечерами, а днем открыты. Но дети перестали, потому что подходили, закрыты, уходили. Как это можно закрыть такое место на летний период и всех детей из ближайших домов, всех выгнать в горсовету на площадке? Спасибо большое за вопрос. Может быть, что-то уже придумаем с ковидом? Спасибо большое, Ирина Николаевна. Там действительно замечательное спортивное ядро. Я как выпускница седьмой гимназии готова. Прекрасное ядро. И вот Ирина Николаевна, наверное, боль сердечная у нее. И она действительно обратилась по этому вопросу. Это верно. Я живу недалеко от этого стадиона. И совсем недавно проходила по стадиону 11-й гимназии. Там детки катаются на велосипедах прекрасно. Но правда, действительно, на футбольном поле никого не было. Но вокруг футбольного поля и пешеходы, и занимались физкультурой, и ездили на велосипедах. Но это вопрос очень правильный. Очень верный, правильный. Хотя, в принципе, на детских площадках возле горсовета там очень много мамочек с детьми собираются и занимаются и зарядкой, и физкультурой. И просто детки на качелях, на каруселях катаются. В общем-то... Ну, тут, наверное, переживает Ирина Николаевна, что от 7-й и 11-й гимназии еще через дороги нужно переходить к ГДО, к площади, к центральной. И это вызывает опасения. Тем более, что несколько изменили организацию дорожного движения, убрали несколько пешеходных переходов там. Ну, поставили светофор. По идее, должно быть безопаснее, если смотреть внимательно на дорогу. Я напоминаю, что мы в прямом эфире 8495 508 86 84. Наш номер, телефон. Звоните, задавайте ваши вопросы гостям в студию или просто делитесь своим мнением. Сегодня мы говорим о детской безопасности. Ну, не только профилактические мероприятия проводила комиссия по делам несовершеннолетних, но также помогала и организовать отдых наших замечательных школьников. Вот расскажите, пожалуйста, многие ли получили путевки в летние лагеря? И кто, собственно, вот на эту путевку мог претендовать? Значит, ну, в первую очередь на эту путевку мог претендовать ребенок из семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Это однозначно и в первую очередь, действительно. Далее, вот сейчас поступил звонок. Я же прокручиваю все в голове. Думаю, нет. Все-таки в нашем городском округе много было сделано и главой лично, и руководством, заместителем главы, и председателем совета депутатов Татьяны Викторовны тоже было много сделано для того, чтобы организовать детский отдых и управлением социальной защиты населения. Ну, то есть, как бы все подключились, правильно, к этому вопросу, к этому вопросу по летнему отдыху. Ну, нужно отметить, что и родители должны были, конечно же, организовать летний отдых. И для этого президентская программа была озвучена, и те родители, которые купили путевки своим детям самостоятельно отправили в лагеря, они могли получить кэшбэк и получали кэшбэк. Вот. Ну, и я еще раз повторюсь, что прежде всего дети из семей в трудной жизненной ситуации получили детские путевки, выздоровительные детские лагеря. Только за июнь месяц такие лагеря посетило более 100 человек детей. Только за июнь. Потому что далее мы еще пока цифры... И дети еще и продолжают отдыхать. Продолжают отдыхать еще, да. Сезон не закончился. Вот. Очень хорошо сработали образовательные учреждения под руководством управления образования. Было открыто 47 пришкольных оздоровительных лагерей. Это много пришкольных оздоровительных лагерей. Далее бригады организованы были, трудовые. Это для тех, кто хочет не только отдыхать, еще и могут заработать. Еще и могут заработать. Здесь и центр занятости присоединились. То есть все органы системы профилактики старались каким-то образом, в общем-то, отдых детей организовать. А много у нас желающих не отдыхать, а работать подростков? Ну, это подростки, да, наверное, в первую очередь? Конечно, это подростки с 14 лет. Конечно, есть такие подростки. Мы еще не подводили итоговую цифру, сколько у нас детей согласилось поработать. На работу были устроены также на предприятия детки. Некоторые дети, школьники после 14 лет к своим родителям на предприятие устраивались, на работу. Ну, то есть, в общем-то, несмотря на вот эту проклятую пандемию, я другого слова не могу... Чтобы она уже закончилась, наконец. Да, я не могу другого слова подобрать. Все-таки летний отдых был организован. И хочу сказать еще. Значит, территориальные управления на своих территориях проводили многочисленные праздники, многочисленные мероприятия для того, чтобы организовать детей. Мы, как Управление по делам несовершеннолетних, также совместно с территориальными управлениями готовили эти праздники и принимали участие в этих праздниках. Далее, библиотечный фонд у нас большую работу проводил, и мы вместе с ними. То есть, и культура, и если вы знаете, ходите и видите на Лазутинской трассе постоянно, да, правильно, постоянно там дети, постоянно с родителями, какие-то мероприятия проходят. Но, в общем-то, все, что могли, все, что могли, все стараемся сделать для наших детей. Для наших детей, именно для наших подопечных, которые стоят на профучете у нас в подразделении по делам несовершеннолетних, в этом году постановлением администрации были созданы две смены именно для таких деток, которые нарушили закон. Это при СОЧ номер 3, да, у нас там был, дети были возраста от 12 до 16 лет, которые мы в самое свободное время, когда они предоставлены сами себе, мы их заняли в этих трудовых бригадах, и они, в принципе, остались довольны. И в этот момент, естественно, допустили совершенное правонарушение. И совместно с инспекторами детскими, и совместно с представителями линейного отдела полиции ГИБДД проводили в этих образовательных учреждениях и в этих школьных лагерях вот как раз инструктаж и по технике безопасности. И дети с удовольствием слушали, с удовольствием принимали участие. Это интересно, все выгравилось, все совершенно правильно. Викторийный конкурс, да, конечно. Еще и наверняка выиграть что-нибудь можно. Да, конечно. Одинцовские школьники, как мы уже сказали, отдыхали в этом году по-разному. Кто-то отправился в летний лагерь в Подмосковье или на море, а кто-то отдыхал рядом с домом. А проект Библиотур продолжает свою работу. Сотрудники библиотеки номер один провели познавательную прогулку для группы школьников из летнего лагеря. Давайте посмотрим, как это было. Мы начинаем отсюда, собственно, потихонечку мы идем, пересекаем дорогу через зебру, да. Разнообразие улиц, площадей, красота старинных сооружений. Проект Библиотур позволил ребятам из летнего лагеря прикоснуться к истории и узнать об архитектурных памятниках Одинцова. Ранее проект существовал в формате онлайн, говорит ведущий методист Одинцовской библиотеки номер один. И вот сейчас лето, и мы с детьми решили провести библиотур уже в реальном времени, в реальном режиме, да, и в такой приятной компании, потому что дети у нас очень интересуются краеведением. Краеведение – это, в первую очередь, исследовательская работа, исследовательская работа своего края и очень познавательная для самих ребят. Пешеходная прогулка началась в Центральной площади. В программе много интересного. Как образовался город, чьи имена носят его улицы. Ребята задавали вопросы и разгадывали загадки о памятниках. Сегодня сложилась такая целостная картина о достопримечательностях конца 2019 года в нашем городе. Мы считаем, что знать свою историю, знать какие-то удивительные места своего города, ну, должен обязательно каждый, живущий в этом городе, и особенно школьники. Символом оленя, да, нашим, собственно, Одинцова, значит, становится неспроста, потому что у великомученика Артемона был спутник, олень. Ярослав впервые посетил экскурсию по историческим местам и открыл для себя много нового. Удивительно, что музыкальная школа на улице Советской раньше была гостиницей, рассказывает юный исследователь. Мне в этой прогулке больше всего понравилось то, что мы изучали, ну, нашу культуру, ну, то, что было раньше. Не то, что, ну, построили, там как-то что-то создается, а что было раньше. Как создалось название всяких различных исторических мест. Мне понравилось именно то, что мы изучали историю. Мне запомнилось то, что Одинцова была самым крупным поставителем кирпичей. Ну, раньше был самым крупным поставителем кирпичей вообще. И то, что у нас было очень много глины и песка в Одинцово. Дети узнают историю своего города, говорит заведующий Одинцовской библиотекой номер один. Проект обязательно продолжится. В прямом эфире этого программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о детской безопасности. 8-495-308-86-84. Вот сейчас такой задам вопрос, наверное, из серии философско-размышлятельной, по-другому не скажешь. Я не сомневаюсь вот ни в коей мере, что наши дети замечательно отдыхают и в подмосковных лагерях, и на море, и при школах. Но некоторые особо тревожные мамаши, далеко ходить за примерами, в общем-то, и не надо в этой студии, одна из них сидит. Ребенка в лагерь боятся отправить. А вдруг кто детятку обидит, а вдруг он не справится, а вдруг он плакать будет, забирать придется. Вот насколько такие опасения обоснованы, и как вот это вот тревожным мамашам все пережить, переварить? Ну, может быть, на родительский день приехать, посмотреть, как живет ее ребенок, их ребенок, их дети. Далее, сейчас выставляются очень много картинок в Инстаграм. Там, пожалуйста, посмотрите, какие мероприятия проводятся. Я думаю, что это будет... Ну, потом, считаешь, на связи с вожатами? Конечно, всегда на связи. Телефон у всех есть. Обязательно, да. Можно приехать просто, посмотреть. Я думаю, что никто не откажет. Проведут по лагерю. А как-то вот готовить ребенка к поездке туда, в принципе, надо. Вот это же уже самостоятельная жизнь практически. Пусть на три недели, но уже без присмотра. Наверное, да, обязательно нужно. Ребенок должен иметь какие-то навыки для того, чтобы себя обеспечить, правильно? Для того, чтобы уметь постирать, для того, чтобы там помочь на кухне, правильно? Да. Конечно же, нужно рассказать ребенку, как нужно вести себя со своими одногруппниками, с ребятами, с воспитателями, естественно. То есть в социуме ребенок продолжает жить в социуме. А потом эти навыки ему дома пригодятся, когда есть лагерь. И дома пригодятся. Ну, Евгения, ваши опасения, да, действительно, если мама очень сильно волнуется за своих детей, естественно. Здесь, наверное, сидит не одна такая мама. Здесь сидит и бабушка, которая очень волнуется за своих внуков. Как им будет в лагере? Хорошо ли, просто ли? Ну, наверное, хорошо. Ну, и не могу не спросить. Сейчас же, да, вот мы все родители и бабушки продвинут. И хочется, чтобы ребенок не просто за летние каникулы отдохнул, но как минимум не забыл, что его там, чем мы его учили в школе накануне каникул. А еще лучше, чтобы он английским позанимался, там, я не знаю, на шахматы походил. Ну, в общем, продолжил себе учиться, развиваться. Вот как вы считаете, нужно ли ребенку на летних каникулах учиться, заниматься, или все-таки каникулы должны быть полноценным отдыхом? Я думаю, что все-таки должны быть каникулы полноценным отдыхом. Ведь они целый год занимаются. Те, кто занимаются, дети, они занимаются целый год. Они очень стараются у нас. Родители для этого делают все возможное и невозможное, чтобы у детей повысить их интеллектуальные возможности, для того, чтобы их развивать, для того, чтобы к спорту приучать. Ну и, конечно же, но летом дайте отдохнуть ребеночку. Мы сегодня, кстати, были в одном из наших социальных центров. Приехали туда, ну, естественно, а там детки уже сидят и готовятся к школе. Да, вот нужно, чтобы не забыли русский язык, чтобы не забыли математику. Ну, наверное, да. Но я думаю, что дети у нас очень сообразительные, дети у нас очень быстро все вспомнят, как только переступят порог школы. И в этом им помогут учителя. Для этого, наверное, и есть учителя в образовательных учреждениях. Они и называются учитель, воспитатель, правильно? Безусловно. Но она еще, на самом деле, летний каникул – это эмоции. Эмоции тоже важны. Вот, кстати говоря, мне кажется, наиболее такие яркие эмоции наши дети получают, когда приезжают в кинологическую службу МВД. И этим летом они тоже ездили. Вот насколько часто такие визиты, как дети реагируют? Вы знаете, ну, в последнее время у нас вот это начало практиковаться, не только кинологической службой вообще. Там вот однажды у нас был даже такой, приглашали мы школьников, когда к нам приезжал отряд «Лиза Алерт», тоже с собаками. Ну, да, это уже тоже приходит, практикуется. Глазки у ребят светились, горели, много вопросов задавали, очень интересно. Мы продолжим дальше все это, конечно, делать. Также приглашайте школьников и старшие классы, и младшие классы. Следователями хотят быть. Да, и очень даже хотелось бы, чтобы дети пошли вот в том же направлении. Такая профориентация уже была, по большому счету. Был день пропавших детей, мой с такой радостью прибежал. Мама, мама, я отпечатки пальцев снял. Вот казалось бы, вроде бы ничего такого, а эмоции, впечатления. Законит на ноги. Покода немножечко подвела, а так-то очень интересное мероприятие. И главное, очень полезное. Да, и главное, очень полезное. Под каждому, наверное, нужно посидеть. Но на самом деле наши дети очень разносторонние. Кто-то предпочитает уехать подальше от дома, а кто-то любит книги. В библиотеках Одинцовского округа стартовала акция «Книжная полка летнего чтения». Чтобы стать ее участником, нужно было прочитать не менее пяти книг и поделиться своим впечатлением о каждой. А что же достанется автору лучшего отзыва? Узнаем прямо сейчас. Я читала Евгения Шварц «Сказки о потерянном времени». Я смотрела фильм, и мне после фильма захотелось прочитать эту книгу, чтобы сравнить. Эта сказка точно не про девчонок. Они времени зря не теряют. Появляется свободная минутка – отправляются в библиотеку. За это лето на двоих уже прочитали не менее пятнадцати книг. Фаворит Веры – Джанни Радари, Иры – братья Гримм и Иван Тургенев. Когда узнали об акции «Книжная полка летнего чтения», долго не раздумывали. Решили участвовать. Любим читать, но это смотря какой писатель и какой жанр. Еще мне нравится читать книги, которые интересные, которые захватывающие. И книжку прочитать, и приз за это получить. От этого юные читатели Одинцовских библиотек не откажутся. А именно на них и рассчитана летняя акция. Условия участия просты. Нужно взять книгу, прочитать. Помимо этого, после прочтения нужно оставить свой отзыв, творческий отзыв. Это может быть рисунок, это может быть эссе, это может быть творческая поделка, это может быть просто какая-то характеристика, что понравилось, рекомендует, не рекомендует эту книгу. И, соответственно, оставлять нужно эту библиотеку. Вот представляют творчество Эдуарда Успенского «Крокодил Гена» и «Чебурашка». Носова «Незнайка», а также «Кот Матроскин» и «Пес Шарик», «Дядя Федор, Пес и Кот». Ты читал эти книги? Нет, ну я разве что читала «Незнайку». Миша Годунов признается, еще недавно читать не любил, а сейчас он частый гость во второй библиотеке. За летние каникулы прочитал шесть книг и на этом останавливаться не собирается. Держи, написал что вот после книжки? Спасибо. Миша уже прикинул, на чтение этих книг уйдет около месяца. Я выбрала Успенского «Дядя Федор, Пес и Кот» и еще Астрид Лингренд «Приключения Эмиля» из Ленинберги. А почему именно их выбрал? Потому что они, наверное, очень интересные. Я просто люблю захватывающие, интересные книжки. Ассортимент книжной полки летнего чтения обновляется регулярно. На месте взятой книги тут же появляется новая. Библиотекари охотно учитывают пожелания юных читателей. Что наши дети больше всего любят читать? Какой раздел пользуется наибольшим спросом? Я думаю, что иностранная литература. Например, очень пользуется спросом книга английской писательницы Беатрис Поттер «Все о кролике Питтере». Акция «Книжная полка летнего чтения» продлится в Одинцовских библиотеках до конца лета. Но тем, кто хочет принять в ней участие, стоит поспешить. Заявки принимаются до 1 августа. Авторы самых творческих отзывов получат дипломы и сувениры. В прямом эфире у ТВ программы «Главная тема». Сегодня мы говорим о детской безопасности. 8495 508 86 84. Наш номер, телефон. Звоните, задавайте ваши вопросы гостям в студии. Ну а теперь, наверное, перейдем к такой вашей традиционной отчетной теме. Вот сколько сейчас детей состоят, детей из семей состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. И по каким причинам они на этот учет попадают? Вот в настоящий момент у нас состоит 357 несовершеннолетних на контроле в комиссии по делам несовершеннолетних. И 543 семьи. Это немножечко отличается. Да, потому что у нас профучет несовершеннолетних в течение полугода мы наблюдаем за подростком. Если он ничего не совершает, характеризуется положительно, то мы его можем снять с учета. В то время как в комиссии год, да, подросток? Не только. Значит, мы имеем право снять ребенка с контроля, из базы данных. Если в отношении ребенка проводилась индивидуальная профилактическая работа, и она уже считается нецелесообразной. То есть проведена работа, дает нам образовательное учреждение характеристику положительную. И мы имеем право снять с контроля такого несовершеннолетнего. То есть когда результат работы налицо, так скажем? Конечно, у нас цифра поменьше, чем в комиссии. У нас 240 подростков и 492 родители на учете состоят. Причины попадания на профучет, они разные. Что касается несовершеннолетних, это употребление наркотических веществ, спиртных напитков, совершение общественно опасного деяния. То есть это лицо, не достигшее 16-летнего возраста, совершает какое-то преступление, когда он еще не может быть привлечен к уголовной ответственности. И, конечно же, если уже совершено преступление, то, естественно, подросток незамедлительно ставится на учет. Конкретного перечня причин установки на учет родителей нет. Основное – это ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Но в это понятие входит много. Если ребенок курит, то, собственно, наверное, уже где-то ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Но каждая ситуация рассматривается индивидуально. То есть если ребенок курит, но при этом родители с ним ежедневно проводят беседы о вреде курения, естественно, что они не дают ему деньги на сигареты, тогда уже вины родителей как таковой нет. Ребенок курит не при них, они знать не знали. Естественно, каждая мама, наверное, почувствует запах, поругает, но вины в том, что он закурил, нет. За ручку с ним 24 на 7 ходить, к сожалению, нельзя. Конечно. Бывают случаи, когда у нас подростки гуляют по ночам. Опять же, допустим, если это было единожды, мы рассмотрим ситуацию, а где при этом были родители, и знали они, что их ребенок гулял. Если это уже повторяется, тогда уже непосредственно родители встают на учет за то, что у них ребенок безнадзорное ночное время. Конечно, смотрим в возраст, правильно? Конечно. Возраст детей. В общем, в том, что у нас в области действует закон. Давайте напомним, когда можно гулять самому, а когда лучше все-таки остаться дома. Да, это закон Московской области, номер 148, который регламентирует нахождение детей в ночное время. Значит, дети до 16 лет с 22 до 6 часов утра должны быть дома. Дети постарше 16 лет с 23 до 6 часов утра. Но я всегда говорю, и Светлана Викторовна соглашается, правильно, Светлана Викторовна? Да. 10 часов ваши дети дома. 10 часов ваши дети дома. Это первое. И второе. Если это зимнее, осеннее время года, значит, темно уже быть дома. Конечно. В обязательном порядке. И не подвергать свою жизнь опасности. Вот мы с вами всегда говорим так достаточно абстрактно. Семьи, состоящие на учет, дети, состоящие на учете. Вообще, что такое учет? Что это подразумевает под собой? Это какой-то постоянный контроль. Учета у нас нет как такового. У нас, я еще раз повторяю, контроль. Контроль и база данных, тех, которым оказывается помощь. Все рассматриваемые семьи, родители, все рассмотренные на комиссии несовершеннолетние, с ними проводится индивидуальная профилактическая работа. В постановлении комиссии так и пишется, чтобы провести таким-то органам системы профилактики. То есть, оказывается, помощь. Есть семьи, которые стоят у нас на строгом контроле, к которым выходят представители органов системы профилактики еженедельно и по нескольку раз в неделю. Есть семьи, которые попали случайно. Бывает. Бывает и такое. Попали. Ну что ж мы будем. Такие семьи, конечно же, посмотрели, запросили характеристику. И, естественно, такую семью с контроля снимаем. Естественно. Акция «Безопасное детство» прошла в центре Одинцова. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав вместе с сотрудниками ОМВД по Одинцовскому городскому округу рассказали о том, как обезопасить детей в интернете, на улице и дома. Внимание на экран. Детство должно приносить только радость, уверены Одинцовские полицейские. Вместе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав они провели акцию «Безопасное детство». Рассказали жителям города о том, как обезопасить детей дома, во дворе, на отдыхе и даже в интернете. Мы раздавали памятки как детям, так и их родителям, законным представителям. Хочу сказать, что, конечно же, очень много детей травмированных, которые не соблюдают правила дорожного движения, правила перехода железнодорожного полотна в неустановленном месте. Далее мы говорим о том, что должны быть безопасные окна, обязательно. Летом проблема выпадения детей из окон квартир становится очень острой. По словам Ольги Ремаровой, родители часто заблуждаются, полагая, что москитная сетка может удержать ребёнка. Самый надёжный способ обезопасить детей дома – установить специальный замок на окно и никогда не оставлять малышей без присмотра. В прямом эфире ОТВ главная тема сегодня – это детская безопасность. 8495, 508, 86 и 84. Вот мы и подобрались к теме, собственно, безопасных окон. Я так понимаю, что скоро она отойдёт на второй план, потому что начнётся холодное время года, и люди будут преимущественно окна закрывать. Но ещё достаточно много тёплых дней впереди. Вот мы же с вами проговорили, что чаще всего дети выпадают, к сожалению, из благополучных семей. Это вот та самая злополучная москитная сетка. Какова основная причина? Почему обстоятельства складываются так, что ребёнок… Это родительские, потому что родители считают, что ничего не случится с ребёнком. И самое интересное, что благополучные семьи и все родители, выпавших из окон, были дома. Дома. Дома были. Дети маленькие. Дети маленькие, дети любопытные. Детям всё интересно. Подставили стульчик, да, смышлёный. Стульчик подставляют и залазят. Залазят. Быстро, одна секунда. А это, да, это мгновение. Это просто миг. Вот я предлагаю всё-таки в очередной раз напомнить телезрителям, что нужно сделать для того, чтобы таких ситуаций не было ни в Одинцовском округе, но и хотелось бы, чтобы нигде их не было. Во-первых, не оставлять ребёнка без присмотра. На самое главное. Даже отходя в другую комнату, закрыть окно. Отодвинуть какую-то мебель, которая стоит около подоконника. Естественно, блокираторы окон обязательно установить, если ребёнок маленький. Даже если не маленький, 7-8 лет, он так же ему, может быть, что-то заинтересовало на улице, он выглянул, его перевесило, он может упасть. Это самое основное. И примеры такие были, да. И примеры такие были. Вот касаемо москитной сетки, разговаривали со специалистом, который работает в оконной фирме. Вот, собственно, с его слов, москитная сетка не выдерживает даже кошку. Конечно. Чего уже говорить о ребёнке, который весит гораздо больше, чем кошка. И об этом постоянно говорится родителям. И в прямом эфире, и при проведении профилактических различных мероприятий. И на родительских собраниях говорится. Но, тем не менее. Рюкзак и набор школьных принадлежностей глава муниципалитета Андрей Иванов вручил первокласснику из Звенигорода. А вот понравился ли мальчику подарок, мы расскажем прямо сейчас. Ты что, сам будешь носить или маму будешь просить? Не, не, не. Сам принесёшь? Угу. Ты же мужчина. А я каждый раз в школу там ездил? Не буду. Учебный класс, школьная парта. 1 сентября для Платона Воропаева всё это будет не в новинку. Мальчик усердно готовился к новой жизни, ходил на подготовительные занятия. Поэтому и друзья в школе у него уже есть. Рюкзак покупать тоже не нужно. Его будущему первокласснику подарил губернатор Московской области. У нас все малымущие семьи получают рюкзаки. Причём не просто рюкзаки, а уже с тетрадками, с карандашами, с ручками, ластиками, красками. Всё, что необходимо детям, первоклассникам, которые пойдут буквально через две недели в школу. Рюкзаки ортопедические, что позволяет им сохранить осанку. И школьные принадлежности Платону покупать не придётся. Ему их тоже подарили. В этом году собрать ребёнка в школу стало проще. Каждой семье, в которой есть дети от 6 до 18 лет, положено единовременное выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Подать заявление на её получение можно до 1 ноября на портале Госуслуг. В прямом эфире ОТВ «Главная тема». Сегодня мы говорим о детской безопасности. Когда в своём Инстаграм мы начали размещать посты о том, что вот такая замечательная акция в Одинцовском округе проходит, конечно, были несколько комментариев с благодарностью. Но в основном был вопрос, где мой рюкзак, почему нам не принесли. Вот давайте объясним, кто имеет право на вот такой подарок. Кому комиссия по делам несовершеннолетних помогает собраться в школу? Сейчас Андрей Робертович очень чётко сказал и ясно, что все, кто на госуслугах задали такой вопрос, разместили необходимость получения такого подарка, все они получат. И мы это прекрасно понимаем и знаем. Вот наш контингент, все, которые состоят в комиссии по делам несовершеннолетних на контроле, семьи в трудной жизненной ситуации, они все без исключения получат подарки. Уже мы проводили такую акцию и неоднократно детки получают подарки, получают письменные, школьно-письменные принадлежности, рюкзачки точно так же получают. Вот завтра мы семьи приглашаем перед комиссией по делам несовершеннолетних, перед заседанием тоже вручаем им такие подарки. Ну то есть мы стараемся, чтобы дети у нас пошли в школу экипированные. То есть и подарки получают те, кто действительно в этом нуждается, кто является малоимущим, многодетным, кому нужна помощь, скажем так, государства. Поэтому, а кто-то может все-таки сам... И хотела бы поблагодарить тех, кто помогает нам в этом, я считаю, очень нужном и важном деле. Это и супермамочки Ларисы Александровны Артюхина, и мамина помощь Ольга Петровна Кравченко, доброе сердце Марина Вячеславовна, это и всем добра, это и территориальные управления. Ну то есть все как-то стараются принять участие в данной акции. А данная акция «Собери ребенка в школу» она проводится уже постоянно. Не первый год. Не первый год. Практически постоянно. Ну и, наверное, такой вот сейчас самый важный, самый трепетный вопрос для многих родителей. Ну, наверное, родителей первоклассников пока это не касается. Но когда ребенок становится чуть постарше, а школа находится рядом, родители думают, может быть, уже и сам может дойти, а может быть, и не сам, а тут вот дорога вот такая. Когда можно ребенка уже самостоятельно отправить в школу, как определить, что он к этому готов? Ну, если не очень далеко ребенок проживает от школы, конечно, возможно. Потом вот очень хорошо, что во многих школах, например, Лесногородская школа, там родительский контроль устанавливается, да, и родители помогают переходить через дорогу, довезти ребенка в школу. Там, например, мамочка уходит на работу рано с папой, ребенок остается один. Да, он еще маленький, он еще сам не может. И, в общем-то, родители других детей оказывают помощь, поддержку для того, чтобы ребенок безопасно прибыл в школу. Далее. Ну и, конечно, наверное, я буду права. Правила дорожного движения. Учиться ребенком и в обязательном порядке, собственным примером, собственным примером. Вот буду сколько на передаче принимать участие в передаче, столько буду говорить. С собственным примером. Не далее, как вчера. Вот стою на автобусной остановке. Мамочка с двумя детками, маленькими. Впереди автобуса. Вот буквально, ну, я не знаю сколько, 50 метров переход, да, зебра. Подойди туда. Нет, она этих детей тащит. И эти дети будут переходить в неположенном месте, в неустановленном месте. Поэтому мы говорим собственным примером. Ну и, конечно, в любой семье каждая мама знает, может она доверять ребенку или нет. Посмотреть, проследить. Отпустить ребеночка и проследить. Так ли он делает, да? У меня у самой двое детей. Конечно. У нас, да, у нас школа находится через дорогу. Изначально водили в школу, как бы уже показывали, как надо, маршрут был проложенный. И уже, ну, казалось, что все-таки вдвоем как-то более ответственны друг за друга. Они, вот, но пошла за ними следом, проследила раз, два, смотрю, идут конкретно этим маршрутом. Аккуратно, на дороге направо-налево, голова крутится, идут хорошо. Я также их стала отпускать уже одних. Вот даже на своем примере. А я вот еще, ну, мне кажется, так делают большинство родителей. Дошел до школы, позвони. Обязательно. Вот не звонит в шестом лицее, например, наш учитель. Всегда можно набрать ему, спросить. Дошел? Дошел. Все, можно быть спокойным. Это все учителя так неравненно. Да, безусловно, учитель никогда не будет против того, что родители беспокоятся о безопасности своего ребенка. Светлана Викторовна, давайте подытожим. Вот с точки зрения полиции, какие советы дадите детям в преддверии нового учебного года? Ну, только детям и родителям. Безусловно. Рекомендации. Ну, как уже говорилось, да, значит, маршрут в школу. Нужно идти более, там, где более освещена улица. Сейчас начнется зимний период, утром темно, вечером темно. У детей школьные дни, они все-таки продолжительные, кто-то там на продленке. Вечером темно по освещенной улице. Желательно, проходя мимо каких-то больших торговых центров, магазинов, банков, там, где есть освещение, там, где есть видеокамеры. И люди. Да, люди. Даже если что-то происходит, видеокамеры на этих торговых центрах, они заметят все, и потом нам будет проще установить какие-то личности. Значит, ну, соответственно, дорога в соответствии с дорожными знаками. То бишь, если нет светофора, да, внимательно, все, значит, только вот внимание и внимание детям. Значит, ни в коем случае ребенок не должен подходить к незнакомым людям. Пускай сейчас это позвучит, конечно, как бы не так правильно, но любой незнакомый человек, тетя либо дядя, никогда ребенку другом не будет. Потому что неизвестно, что даже если просят о помощи, ребенка, нормальный взрослый человек, просит в последнюю очередь. Если он гуляет с домашним животным, подойди погладь. Если он там просит помощи, помоги там донести сумки бабушка, да, какая-нибудь. Даже пожилой человек, бабушка, до подъезда, пожалуйста, далее ни в коем случае не, в подъезд не заходить. Даже если около собственного дома в подъезд с посторонними людьми не заходим. В лифт не садимся с посторонними, пускай они уедут, потом садитесь вы. Квартиру также при посторонних мы не открываем. Мы лучше выходим на улицу, переждаем какое-то время, либо заходит там сосед знакомый, который, да, которого вы хорошо знаете, кому ему доверяете. Тогда уже там с этим соседом вы можете подойти, подняться в этаж, а опять в квартиру. Ни в коем случае с посторонними в подъезд не заходить. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Очень хочется верить, что наш сегодняшний эфир кому-нибудь да поможет. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...